Дорогие друзья, рада вас приветствовать на своем канале «Ощущение правды». При двери важного события для всей нашей семьи я решила записать видео с кратким экскурсом в события 16-летней давности. В этом месяце 9 ноября исполнилось 16 лет со дня нашего отъезда из Казахстана в 2007 году. О причинах переезда на постоянное место жительства из Казахстана в Швейцарию было написано много лживых умозаключений жёлтой казахстанской прессы. В связи с тем, что мы с Виктором Вячеславовичем знали историю обогащения семейного клана Назарбаева, опасаясь откровений казахстанского политика Храпунова, брать у него интервью власть не главное запрещает казахстанским СМИ, блогерам и по настоящее время. В то же время властью экс-президента Назарбаева была развернута тотальная война компромата против Виктора Иллилы Храпуновых. Это было практически уже 15 лет назад. Мы оказались в довольно сложной ситуации, когда против нас начинает работать весь государственный аппарат диктатора Назарбаева. Различные проплаченные, также частные медиа были подключены, включая в том числе и иностранные. На основании вот этих лживых, как я уже ранее неоднократно обращала ваше внимание вот этих лживых статей и в Казахстане будет впоследствии открыто уголовное дело против меня и моего супруга Виктора Храпунова. Итак, возвратимся к 2007 году нашего отъезда из Казахстана. Без ложной скромности буду говорить, мы уехали честными людьми, которые своим многолетним трудом показали свою конкурентоспособность, эффективность в годы работы и при советской власти, и в годы обретения Казахстана независимости. Причиной принятого решения стало понимание, что Нурсултан Назарбаев окончательно забронзовел, что он превратил Казахстан в частное собственное предприятие по обогащению членов своего семейного клана. Мы столкнулись с ситуацией, когда ближайшее окружение Назарбаева, дети, зятья, снохи, кровные и приобретенные этой семьей родственники, их олигархи, партнеры, партнеры Назарбаева по его сырьевому бизнесу, все эти люди давали нам понять, что хотят видеть Виктора Вячеславовича Храпунова в их свете. Прямым текстом родственники Назарбаева говорили, надо определиться, с кем вы. Естественно, нам было очевидно, что все эти люди хотели, чтобы Храпунов, злоупотребляя своими полномочиями, будучи акимом города Алматы, обогащал вот это ближайшее окружение Назарбаева, его семейного, можно сказать, ОПГ. На что здравомыслящий Храпунов в силу своих личных качеств не смог пойти. Особое недовольство и нетерпение в отношении нашей семьи продемонстрировали нам Тимур Кулебаев и Дариган Азарбаева. У них очень большой крупный бизнес, аппетиты их, видимо, росли. Не буду углубляться в... И хочу сказать, что бизнес их был построен на незаконной приватизации муниципальной собственности. Их не удовлетворяло, что во время работы в акимате города Алматы Виктор Вячеславович Храпунов все-таки защищал интересы горожан. И именно в тот момент все знаковые объекты городской собственности еще находились в лоне государства. Это уже с приходом после него последующего акима произошло разгосударствление, можно сказать, налоговых доноров города Алматы, и их прибрали... Они попали уже в последующем в частную собственность. Ну, в общем, не буду углубляться в интриги ближайшего окружения Назарбаева. В итоге Виктор Вячеславович проработал после акимата города Алматы около двух лет акимом Восточно-Казахстанской области, а затем уже около года, министра по чрезвычайной ситуации. В это время с его слов он окончательно осознал, что не хочет более работать в правительстве Назарбаева, в частности, под руководством в то время премьер-министра Карима Масимова. Напомню, что этому решению предшествовало убийство Заманбека Колобаевича Нуркадилова, с которым много лет работал Виктор Вячеславович Храпунов. Ну, в общем, атмосфера уже была понятная, было понятно, к чему, какому результату придет в ближайшем будущем Нурсултан Назарбаев. Итак, 9 ноября 2007 года мы проходим пограничный таможенный контроль и, значит, как положено, пограничный таможенный досмотр нашего багажа. И, прилетев в город Женеву, значит, швейцарской конфедерации, мы повторно проходим пограничный контроль, таможенный досмотр нашего, конечно же, большого багажа, потому что мы уезжали на постоянное место жизни со всеми своими, ну, теми вещами, которые нам дороги, будем так говорить. Не дорогими, а дороги. Вот. Ну, большой объем, это был, конечно, вот эта библиотека. Ну, мы, будучи советскими людьми, для нас основной ценностью, конечно, была наша вот эта библиотека, наши фото-видеоархивы, и они, конечно, занимали большой объем. Это и была вот наша основная, как бы, ценность, которую надо было, если бы мы знали, как будут развиваться события, оставить эту библиотеку и налегке уехать, возможно, если бы мы предполагали. Ну, я, как сказала выше, мы уезжали с пониманием, что мы уважаемые и честные люди, и мы полностью, значит, свое продуктивное время отдали служению своей родине, государству, народу Казахстана. Ну, каждый на своем поприще, конечно. Организацией поиска выгодного варианта транспортной авиакомпании с учетом допускаемого веса, объема и цены я занималась сама лично. Конечно же, мне помогали сотрудники моей частной бизнес-компании. В итоге был выбран местный самолет. Когда в 2011 году по приказу Назарбаева по прошествии четырех лет нам была объявлена информационная война с использованием лживого компромата типа беглых рапунов, вывез полный самолет золота и другой очевидной лжи, нами было принято решение, мы сами начнем говорить правду, чтобы все знали правду, как на самом деле обстояли дела. Напоминаю, что стопроцентно лживое досье сфабриковала особая группа следователей финансовой полиции под руководством Кожамжарова при активном участии Комитета национальной безопасности под руководством в то время Масимова, генерального прокурора Доулбаева, министерства юстиции в лице Марата Бекетаева все это было передано под видом достоверных источников, конкретными осведомителями, чтобы вызвать доверие в подконтрольные средства массовой информации или введенные профессиональными, будем говорить так, чекистами средства массовой информации, вбросы, возможно. Я предполагаю, что многие верили в то, что, допустим, та информация, которая была переупакована, была извращена, и, возможно, эти люди могли поверить в эту информацию, но не буду дальше углубляться. Одно скажу, все это было сфабриковано и подано в лживом контексте. Таким образом, нашей семье предстояло противостоять вот этим лживым обвинениям аппарата Назарбаева и лживой войне компромата, развернутой против Виктора Храпунова, меня, моих детей, моих родителей и семьи моей сестры. В 2011 году мы провели большую работу по развитию наших двух сайтов, сайтов Виктора Вячеславича и моего Лилы Храпунова. Мы стали присутствовать, активно заниматься развитием своих аккаунтов в Инстаграм, в Фейсбуке. Мой YouTube-канал был зарегистрирован намного раньше, чем Виктора Вячеславича, потому что он был использован для размещения видео, ссылки на которые шли в сайте, в наших сайтах, можно так сказать. В последние два года свой YouTube-канал развивает активно Виктор Вячеславич, а я стараюсь, можно сказать, раскачать свой старый YouTube-канал, но говорят, это намного сложнее, и поэтому не все могут видеть мой канал, и, возможно, по этой причине мало подписчиков, потому что, говорят, движок этого канала старый, ну, как мне говорят профессионалы, было бы легче начать работать, создав новый YouTube-канал. Но я не преследую такой цели популярности, на моем канале много достоверной информации, фактов, и я, значит, предпочитаю постепенно вот все равно двигаться на этом канале и развивать его. Цель нашей работы не только защита нашей чести и достоинства, а также разоблачение преступлений людей, облаченных неограниченной властью в Казахстане, которые вовлекают в преступную деятельность других государственных чиновников, и теперь уже новое молодое поколение, также журналистов, представителей частного бизнеса, они используют в личных целях. Потом же эти люди, значит, становятся жертвами вот этой преступной власти. Поэтому я обращаюсь за... Значит, естественно, вот рассказывая вот такие факты на собственных примерах, на собственном опытом, я часто обращаюсь за поддержкой к своей аудитории и прошу подписываться, поддерживать просмотрами, комментариями, конечно же, очень приятно, если вы поддержите, лайками. Все это помогает видеть полезную информацию большему количеству людей, которым, возможно, это принесет какую-то пользу. Теперь о преследовании властями Казахстана, акиматом города Алматы, нашей семьи уже в Швейцарии. Казахстан дважды подавал запрос в Швейцарскую конфедерацию на экстрадицию Храпуновых, после чего Казахстан инициировал запрос о оказании взаимопомощи в расследовании, которые прошли уже в два этапа. Вот эти, значит, Швейцария согласилась, значит, как я уже говорила, потратить свои деньги, видимо, и, значит, дала добро на помощь в расследовании. Ну, вот эти проследования, они много лет продолжались. Как известно, Швейцария для швейцарцев характерна скрупулезная работа, которую они ведут детально, это занимает время. И в результате не было найдено никаких доказательств, которые изложили в своих сфабрикованных обвинениях как бы следователи, ну, или представители власти Казахстана и правоохранительных органов. И вот эти слушания по вот этим обвинениям, они прошли в два этапа. В 2014 году слушания проходили у прокурора Женевы с 28 мая по 20 июня 2014 года и с 15 декабря по 19 декабря 2014 года. Ну, вот 19 декабря у меня день рождения, и власть Нурсултана Назарбаева, она любит себя, членов своей семьи, ближайшего окружения в день рождения давать им награды, ордена, медали. И Манголит Асмагамбетову в день рождения подарили пост Акима города Алматы. Это преемник Виктор Вячеславович на этом посту. Вот мне 19 декабря, значит, подгадали вот эти слушания. Но, значит, это просто такая небольшая ремарка. После полученных с нашего согласия протокол был передан казахстанцам. Казахстан мы могли, у нас было право не передавать, но так как мы открыты, нам скрывать нечего. Эта власть скрывает от народа Казахстана итоги вот этих всех слушаний. На самом деле мы согласились, и протокол был получен Казахстаном. И отсутствие желаемого результата власти Казахстана решили, из-за отсутствия, видимо, желаемого результата, власти Казахстана в результате решили вот как бы оказать политическое давление уже через, используя депутатский корпус Республики Казахстан, который совершали воежи, и таким образом склонялись, пытались склонить депутатов федерального парламента Швейцарии поддержать вопрос об экстрадиции, нашей экстрадиции в Казахстан. Ну, на арену, как всегда, вышел Азат Перуашев, якобы от лица демократической партии, и при поддержке КНБ Казахстана и наемных лоббистов, они пытались нести этот вопрос о нашей экстрадиции на заседание парламента Швейцарской конфедерации. Ну, после разразившегося политического скандала в Швейцарии власти Казахстана принимают решение провести уже, так сказать, не получив результата, перед передачей власти от Назарбаева к Такаеву принимается решение в 2018 году провести над Храпуновыми и супругом моей сестры заочный суд. Итогом стал преступный приговор и преступная конфискация имущества нашей семьи, включая родителей, родственников, которые не являлись фигурантами вот этого сфабрикованного даже в Казахстане уголовного дела. Таким образом, уважаемые слушатели, даже по моему краткому изложению вы можете представить, в каких условиях юридического, информационного, лживого террора с 2011 года по настоящее время жила наша семья. Ну, как говорится, во всех священных писаниях зло нельзя потакать, зло должно быть наказано справедливым возмездием. Понимание несправедливости, которое творится властями Казахстана и желание сказать правду своим соотечественникам придавало нам все эти годы силу. Виктор Вячеславович написал и издал разоблачающую книгу о коррупции президента Назарбаева на четырех языках эта книга вышла. Также мы перевели и издали на французском языке книги моего отца Калибека Даниярова, исторические книги научного содержания. И таким образом вся наша семья своим трудом оказывала сопротивление вот этому злу насилию, противопоставляя ложь властей Казахстана против вот этой лжи мы противопоставляли свою правду. Давление на нашу семью продолжается со стороны Казахстана, Акимата, города Алматы и по истечению 16 лет после нашего отъезда в настоящее время. На это тратятся огромные бюджетные расходы государства Казахстана. В Швейцарии интересы Акимата, города Алматы и Казахстана защищает одна из самых дорогих юридических контор хамбургеры. Дорогие друзья, вся вышеизложенная информация мной и Виктором Вячеславовичем ранее многократно излагалась. Вот эта вся информация, что я сегодня вам говорю. Как я уже говорила, но это наша борьба с ложью казахстанского диктаторского режима за правду. Теперь о важном сегодня наша семья будет в новом качестве, уже в современном формате презентовать для почитателей историко-исследовательских книг Калибека Даниярова аудиокнигу. Это первая аудиокнига, это будет история гонов. Мы невероятно счастливы, что смогли осуществить этот проект к предстоящему девяносто трёхлетию нашего уважаемого папы, искреннего патриота Казахстана. Я не сомневаюсь, что, несмотря на то, что книги Калибека Даниярова не переиздавались в Казахстане, старшее поколение казахстанцев, истинных патриотов, всё-таки помнят эти книги, являются почитателями его благородного труда во имя и во благо народа Казахстана, государства Казахстана. Очень признательно, если вы дослушали меня до этого момента. Я хочу зачитать вам письмо, которое поступило на почту моего сайта в 2014 году, вот этом сложном для нас времени, на которое в силу вышеизложенных обстоятельств мне не хватило ни сил, ни времени ответить. Прошу автора письма извинить меня, если он вдруг просмотрит это моё видео. На днях я прочитала это письмо от 2014 года, ещё раз повторю, и была очень тронута. Большое спасибо. Итак, я зачитаю это письмо, оно, значит, пришло под следующим названием «Прошлое, настоящее, будущее». Уважаемая Лейла Калибековна, несколько лет назад прочитала одну книгу по истории Казахстана. Качественное содержание книги настолько меня увлекло, что ни на автора, ни на название я не обратил внимания. Прочитал и ещё кому-то дал прочесть, а потом не нашёл в книжных магазинах, искал по цвету обложки и аннотациям. Эта книга по истории заставила меня много думать, особенно над тем, что происходит в настоящее время и какое будущее ждёт наш народ. Изучая ваш сайт, который мне очень понравился, по оформлению, сам в последнее время интересуюсь интернет-проектами, стал замечать, что многие публикации связаны с событиями в вашей деятельности середины 90-х годов. Своего рода переломный момент. Витал какой-то вопрос в голове непонятный, что-то вроде вашей личной конфронтации с властью. Решил посмотреть вашу биографию про семью и родителей, и тут узнал, это ваш отец, автор той самой книги, и её название «Альтернативная история Казахстана». Не знаю, как у других, но у меня сложилась следующая картина. Ваш отец автор опасной книги, ведь он осмелился написать о настоящей истории Казахстана. Ваш отец пишет о великой истории казахского народа. Ваш отец в одной статье, есть ссылка на сайте, пишет «Великая история поднимает национальный дух, уровень национального самосознания и мышления народа, знающего, кем он был и кем он должен стать, а также формулирует национальную идею. Какое воспитание могут получить дети от такого родителя? Только патриотическое, в прямом понимании значения этого слова. После этого мне стало понятно, что всё, что происходило и будет происходить с вами, связано красной нитью с вашим отцом. Ваш отец хотел вернуть нашему народу его великую историю, как минимум знания самого прошлого народа, самого прошлого народа, исчисление которое начато 25 веков тому назад, а не с иной даты. А вы, вот это вопрос, он говорит, вы решили дать народу его настоящее, как минимум видеть происходящее без искажений. Если вашему отцу не дали показать прошлое народа, о каком настоящее может идти речь. То, как вам представлена информация на сайте, можно легко разместить примерно в такой конструкции прошлое, настоящее и будущее. Сильные миры сего прекрасно понимают, что прошлое, настоящее и будущее это неразрывный процесс. Начни вносить коррективы в прошлое, получишь контроль в настоящем и, соответственно, получишь то будущее, которое они хотят получить. Первое прошлое. В 2013 году в наших средствах массовой информации мы видим лозунг какой-то молодежной партии или движения. Значит, будущее, название будущее начинается сегодня. Это лозунг Горбачева лет 25 лет, примерно 25 лет тому назад. Этот лозунг Горбачева хорошо подверг критике генерал Петров. В интернете есть у него видеоролики. Сразу скажу, я их не видела пока что. И популярно объяснил, что будущее начинается с прошлого. Второе. настоящее то, о чем вы пишете. То есть прошлое это вот эти фаль... Это я уже от себя добавлю, как я поняла. Прошлое в 2013 году начало так сказать фальсифицироваться. потому что они говорят, что нет прошлого, а будущее начинается сегодня. Вот получается так, оно отметается. И второе, что человек хочет сказать, настоящее это то, о чем вы пишете. И третье. Будущее в виде примера. В будущем ваших родителей уже залезли. Дефакто лишили пенсии. До будущего других казахстанцев уже вплотную подобрались, создали единый пенсионный фонд. На сайте Нацбанка есть уже утверждение о положении, о выборе внешнего иностранного управляющего активами ЕНПФ. Как только наступит момент выхода первых казахстанцев на пенсию исключительно за счет накопления в этом фонде активов для выплаты их этого фонда уже не будет наличия. Хотя это с фондом произойдет из-за динамики кризисных манипуляций примерно к 2021 году. Таких примеров много. Еще раз обращу ваше внимание, что это письмо я получила в январе 2014 года. И дальше что пишет автор этого письма. Итак, конструкция. Первое. Зафиксировать информацию о проделанной работе вашим отцом это прошлое. Изложить что сделано с нашим прошлым и затем это сделано. Второе. Ваша деятельность и позиция это настоящее и далее ваше видение контроля над настоящим. Третье. Складывайте что сделано с прошлым и настоящим получаете прогнозы на будущее. А в целом получаете уже мыслящих читателей вашего сайта. Четвертое. Дать читателю самому просчитать тенденцию исчезновения нашего народа или выживания. Даже при жизнеспособной экономической формации стабильно существующей примерно 25 лет. Частота экономических кризисов ускорит этот процесс и все может совпасть с моральным и генным разрушением нации. Это он так уточняет автор. Ваш отец цитировал древнего философа. Какое мышление у народа такое будущее государство? Для некоторых читателей ваши публикации могут показаться как последствия личного конфликта с властью, а при структурировании прошлое, настоящее и будущее получается ваша гражданская позиция. Еще бы добавить экономическую и юридическую составляющую. Ваши публикации было бы интересно и другой аудитории. Я читаю буквально как напечатано. Если вы не против, могу свои комментарии к отдельным вашим публикациям направить. Автор письма предлагает помощь свою. Я очень признательна, пусть запоздала, но очень признательна. Все актуально и в настоящее время. Прошло практически 10 лет. О себе работа в финансовых институтах Республики Казахстан консалтинг, аудит, государственная служба. Что я могу сказать? Я могу только порадоваться, что все все таки на нашей родине в Казахстане очень много думающих, грамотных, образованных людей, которые не лишены искренности, совести, честности и переживающих, болеющих за будущее, за настоящее будущее нашего Казахстана, которым интересно прошлое и не безразлично будущее молодого поколения. Я считаю, что это несправедливо, когда власть узурпаторов ограничивает эти возможности, не создает условия для раскрытия потенциала всех наших талантливых народов казахстанцев. и поэтому естественно я сегодня решила зачитать это письмо как некий документ или такой артефакт, который поддерживает мою точку зрения. И для меня это очень важно, я очень признательна. Дорогие друзья, в ближайшее время на моем канале в плейлисте книги Калибека Даниярова вы сможете услышать аудиокнигу «История гунов», которая в печатной версии была издана в 2002 году. На самом деле это письмо я зачитала с таким удовольствием, исходя из того, что я как дочь Калибека Кайрбайча Даниярова, автора 14 книг патриотических книг, профессионально сделанных исторических книг, в которых много фактов, анализа, источников подтверждающих точку зрения автора. И я сегодня еще раз хочу сказать прочитала это с удовлетворением, потому что я понимаю, что книги читают, книги моего отца читают, что они популярные, что они востребованные, что они полезные. И поэтому мы будем продолжать наша семья работу и приводить эти книги в современные форматы, для того, чтобы молодежь, наши соотечественники, для них эти книги были доступны. В печальной версии вы можете прочитать книги Калибека Кайрбайча Даниярова на моем сайте лилахрапунова.com и сейчас вы сможете в ближайшее время услышать их, просмотреть, прослушать на моем YouTube-канале Лейла Храпунова, канал называется «Ощущения правды». Спасибо вам за внимание, жду вас всех на моем канале. «Ощущения» 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 Продолжение следует...